Итак, это гигантский обзор рынка на предстоящую неделю с 1 апреля по 5 апреля 2024 года. Господа, начну, пожалуй, с самого важного примечания. Завтра, 1 апреля, день всенародного клоуна. Будьте аккуратны с той информацией, которую будете получать на других источниках, в других телеграм-каналах, в других контакт-группах, в других средствах массовой информации. Почему? Потому что есть такая дурная традиция в 1 апреля всякие вбросы писать, публиковать. Поэтому учитывайте, что многие публичные трейдеры, публичные инвесторы, публичные экономисты и новостники будут делать какие-либо вбросы новостные, ситуативные, и потом они будут их разоблачать в свои же бросы путем того, что посмотрите, а сегодня 1 апреля, сегодня день народного клоуна и прочее в этом духе. Поэтому будьте аккуратны с той информацией, которую вы завтра будете получать. Начну с небольшого примечания и очень главного примечания. Я такой ерундистикой никогда не занимался, заниматься не собираюсь. Поэтому вся возможная информация, которая будет поступать по рынку, по всевозможным техническим разметкам, макроэкономическим разметкам, благо я информацию беру в достоверных источниках, западные форумы, западные сайты, восточные форумы сайты, какие-то экономические ведомства и прочее в этом духе, они такими клоунскими делами, как говорится, не барыжат. Для них 1 апреля – это типичный рабочий день. Поэтому учитывайте, что всю возможную информацию я буду публиковать на наших телеграм-каналах про рынок акций, про сырьевой рынок, про облигации, про банкский сектор. Также в контакт-группе «Яндекс.Зен». И соответственно эти ресурсы вам сразу рекомендуют подписаться. А также на нашем YouTube-канале. В том числе будет та информация, которая является достоверной в полной ее мере. Так вот, господа, пожалуй, начну недельный обзор рынка с крайне важной макроэкономической и геополитической информацией. Смотрите. В рамках данного видеоролика, который я опубликовал 28 марта 2024 года, который называется «Грядущий конфликт в Азии и его влияние на мировую инфляцию, китайская экономическая экспансия», я опубликовал все возможные макроэкономические и геополитические аспекты касательно предстоящего конфликта в Азии. И я хочу данный видеоролик дополнить следующей информацией, которую я добыл на сайте Международного энергоагентства. Я вам ранее сообщал, что через Южное Китайское море поставляется огромное количество углеводорода, огромное количество сырьевых товаров. Вот, соответственно, это крайне важный сырьевой торгово-логистический путь для Китая, то есть Китайской Народной Республики. Через него проходит 18 миллионов баррель нефти ежедневно, что равно 43% мировой морской торговли. И обращаю ваше внимание, что более половины этой нефти идет в Китай, еще четверть в Японию и в Южную Корею. Помимо прочего, здесь проходит до 30% мировой торговли нефтепродуктами. Вот, соответственно, если посмотреть на Южно-Китайское море с призмом макроэкономики, оно важнее Красного моря, то бишь того моря, через которое ранее поставлялись сырьевые товары, товар народного потребления на территорию Европы, из Азии имеется в виду. И важно учитывать то, что отношения между государствами сейчас накаливаются, мир деглобализируется, что очевидно. И начинается милитаризация разных регионов планеты. Вот я еще раз напомню, что Китай уже милитаризовывает постепенно территорию всего Южно-Китайского моря. Я вам еще попозже поясню, зачем ему это все. Идут также череда военных обострений в регионе, которые грозят будущими продовольственными сбоями в логистике, продовольствиях, логистике нефти и прочими нефтепродуктами. И вы сейчас задаетесь вопросом, мол, а в чем проблема обойти эти риски? Господа, если мы говорим сейчас с вами про ситуативные события в Южно-Китайском море, то это военное обострение, оно придет к разрыву логистики, морской логистики. Но сухопутная логистика, она будет активна по сей день. И запомните одну простую вещь, что самый главный конфликт грядет между Китаем и Тайванем. Вот запомните это. Тот, кто владеет Тайванем, тот владеет всем миром. Тайвань, еще раз напомню, это та самая островная территория государства, которая называется Китайская республика. Потому что в мире есть два Китая. Это Китайская народная республика с коммунистической партией и Китайская республика в виде острова Тайвань. И вот на Тайване производится огромное количество чипов. Той продукт, который требует высокого спроса и который имеет также высокий спрос в ИТ продукции, то есть информационно-технологической продукции. Соответственно, сейчас Тайвань прозападный, фактически, если говорить. То есть там лоббируются интересы западных государств. Вот Китай хочет постепенно Тайвань возвращать, как говорится, в родную гавань. Для того, чтобы стать потом страной номер один по производству чипов. И в чем прикол? В том, что по мере вот этого возгорания конфликта, мы прием к тому, что потом Китаю объявят торговую блокаду. Сырьевую блокаду в том числе. И внимание, просто подумайте, почему Китай выстраивает стратегический союз с Российской Федерацией? Помните, о чем я вам ранее говорил? Неоднократно. Ему это выгодно лишь для того, чтобы через сухопутные коридоры поставлялись сырьевые товары на территорию Китая. Как говорится, Россия это безальтернативный поставщик нефти для КНР. И вот обратите внимание, как Китай резво выкупил недавно все возможные поставки Совкомфлота, ну, то бишь нефти из России, из рук Индии. Разом, за один день выкупил. За один божий день. И здесь у меня всплывает лишь один вопрос. А как скоро китайцы хотят реализовать вот тот конфликт, который намечается в Азии? Потому что помимо Китая и Тайваня, у нас еще проблемы с Кореями. Две Кореи. Это пока еще азиатский регион. А у нас еще есть и европейский регион в виде Югославии, латиноамериканский регион, африканские регионы, подчеркиваю, а также Ближний Восток. То есть видите, как разгорается пламя деглобализации и отражается в мировой политической повестке. Поэтому учитывайте, что кто бы что ни говорил, кто бы как ни агитировал, что якобы там дезинфляция будет, якобы будет снижение инфляции, бла-бла-бла и прочее в этом духе. Помните одну простую вещь, что когда, подчеркиваю, китайцы на такую авантюру подпишутся, итоги которой вообще неясны и непонятны. У нас будет разрыв поставок нефти в Китай, в страну, которая является большим потребителем. При этом спрос на нефть будет только, блин, расти. Тут видите, как аллогичность имеется определенная. Ну вот, наверное, многие вас сликнут, что, мол, Михалыч, раз будут объявлены торговые блокады Китаю, так ведь и предложай на рынке нефти больше станет. Не станет больше. Потому что будут окольные пути поставок нефти в Китай, какие сейчас имеются, например, окольные пути поставок нефти из России в западные страны, то есть через руки Китая и Индии, а также ближайшие восточные страны. И в Китай будет также поставляться нефть окольными путями. То бишь спрос будет только расти, наращиваться. И предложение будет потребляться путем растущего спроса страны, опять же, Китая. И в такой ситуации уже, к подобной авантюре, будет получаться Индия, второй регион по росту спроса на сырьевые товары. То есть видите, как раскол идет. Между западным полушарием и восточным полушарием планеты. Как говорится, живем в эпоху истории. Соответственно, на этом факторе инфляционная спираль будет сильнее раскручиваться. А за ростом инфляционной спирали у нас будет что расти? Цены на драгоценные промышленные металлы, инфляция потребительская. Соответственно, у нас будут расти все сырьевые товары на планете Земля. Все это неизбежно. То есть, опять же, кто бы что вам не говорил, но тот сценарий, по которому мы идем, начиная с 2020 года, о чем мы с вами еще до ковида говорили, что деглобализация неизбежный процесс. Вот. Как говорится, началось все с ковида, перемкнуло все на Европу. Теперь по себе перетекает проблема на Азию. А с Азии опять на Европу, потом на Латинскую Америку, потом на Африканскую Америку, потом на Ближний Восток опять же. И потом все, как говорится, по накатанной пойдет. Новые трансконтинентальные союзы, валютные зоны, геополитические блоки и прочего тумбы. Как говорится, один шаг назад цивилизация, что потом сделать два шага вперед к Мировому Союзу Государств. Ну, в общем и целом, это лишь наша с вами небольшая страница, либо даже небольшой абзац в нашей с вами общей странице истории. Вот, как говорится, нам все это придется с вами пережить. И самое главное, что в новую историческую эпоху нам нужно войти уже с накопленным капиталом. И ставку нужно сделать только на инфляционные активы при любом раскладе. Вот этом я убежден. Поэтому данный видеоролик посмотрите, который я публикал 22 марта, чтобы иметь четкую корреляцию, понимание того, что озвучивалось в этом видео и то, что я озвучил вам сейчас. Чтобы вы имели причину-следственную цепочку событий, связь этих двух логик. Далее, в рамках нашего телеграм-канала Биржевик Акций, где 69 331 подписчиков, я в пятницу, если мне память не изменяет, публиковал информацию. Вот, в телеграм-канал, пункт про рынок акций рекомендует подписаться, про то, что инфляционная бомба, в принципе, рванула. Вот смотрите, рынок сельхозтоваров пошел жесткий вынос, дорожает вообще все. Фактически товары на 21% на ежегодной основе. Насколько помню, американцы говорили, что когда растет индекс сельхозтоваров, то нужно ожидать минимум квартал, то бишь 3 месяца, для того, чтобы сырьевая инфляция начала отражаться в потребительских ценах. Напрямую зависит от ситуации с квартальными поставками. В любом случае, господа, смотрите, вот вам цена, красная линия, это стоимость фьючерсов товаров на агрокультуры, и вот вам белая линия, это инфляция, CPI американский. Уже через квартал получим рост CPI. Конечно, сейчас многие пытаются восклицать, что, мол, Михалыч, ты неправ, этого быть не может, и прочее в этом духе. Какие-то доводы даже пытаются мне озвучить. Но, господа, еще раз вам скажу одну простую вещь. Все, что вы мне пытаетесь сказать, это ваши мысли, это ваши домыслы, ваши догмы. Я оперирую тем, что публикуют американские стат-ведомства, европейские, японские, китайские, то есть те стат-ведомства, которые по факту и влияют на ту инфляционную пучину, с которой мы сейчас постепенно начнем сталкиваться со второй волной инфляции в мире. Это, опять же, не мои домыслы, не мои догмы, не моя, блин, аналитика и прочего в этом духе. Это реалия, которым нас готовят мировые центральные банки, а также мировые стат-ведомства. В общем и целом, господа, готовьтесь. Разнос начался. Это важно всем учитывать. Вы просто посмотрите на производные от сельхозсегмента товар. Например, какао, да? Да, тут урисифицировал немножко. Смотрите, какао, например, да? Кофе, например. Зерновые культуры и прочие в этом духе. Эти все фьючерсные контракты уже, блин, растут неистово. Вот. И когда мне пытаются доказать, что я не прав, я сразу ссылаюсь на эти фьючерсы. То есть базовые активы на эти товары народного потребления уже растут. Посмотри, как вырос, например, какао, да? Просто неистовый рост. Зерновая культура тоже начинает постепенно расти в своей стоимости. И весь мир прекрасно понимает, что ФРС, ни ЕЦБ, ни ФРС уже не справится с тем трешаком, который в мире постепенно начинает воспроизводиться. Со второй волной инфляции. И я объясню вам почему. Потому что ФРС это уже политическая организация, но никак не экономическая. Вот данный подробный анализ я опубликовал на нашем телеграм-канале Биржек Акций, где 69 331 подписчиков. И ссылка находится также в описании под каждым видеороликом первый пункт телеграм-канал и пункт про рынок акций. Вот еще раз рекомендую на нее подписаться. Вот я с чего хочу начать. С того, что их экономическое стимулирование это просто Фелькина грамота самостоящая. Почему? Потому что, первое, ФРС под руководцем Бена Бернанке запустило КУЕ, монетарное стимулирование. То есть, печатался всего за 3 месяца до президентских выборов 2012 года. В то время экономика росла, безработица снижалась и не было никаких признаков системного давления в финансовой системе. Таким образом, это было вмешательство направлено на поддержку предстоящих выборов Барака Обамы. То есть, будучи президентом США. Второй момент. ФРС держала ставки на львом уровне в течение 7 лет из 8 пребывания президента Обамы у власти. Как только он решился уйти, ФРС пошли в Абак, начали повышать ключевые ставки. Потом Дональд Трамп победил на пресс-выборах 2016 года, что вызвало серьезное недовольство политического истеблишмента. И в то время ФРС внезапно начала повышать ставки 3-4 раза в год, одновременно вводя 500 миллиардов долларов в какие-то из финансов систем. Но потом, когда Трамп взялся за Джерома Пауэлла, тот начал вообще ставки понижать и еще монетарное стимулирование врубать. Чем Трамп шантажировал Пауэлла, историю умалчивает. И вот сейчас та самая проблема наблюдается у нас. Ставочку подняли, ФРС до 5,5% годовых, и теперь ее держат на одном уровне. И вполне вероятно, что ставку даже в этом году ФРС уже будет снижать. И даже как вариант монетарное стимулирование будут запускать. Но для чего? Кто нас там баллотирует с президента Джо Байден? Вот. Поддержит, как говорится, кандидата. Почему так ФРС поступает? Потому что ФРС прекрасно понимает, что американцы в основном находятся на рынке акций. И, знаете, американцам возможность заработать как можно больше прибыли, то они проголосуют за того кандидата, который будет более популистичный, голословнее. Который даст эти деньги населению. И прикол весь в том, что эта система, блин, работает. Офигенно работает. Поэтому данный аспект, да, конечно, необходимо учитывать. И да, конечно, относится к стимулированию. Потому что все прекрасно понимают, что ФРС инфляцию не поборет. Потребную инфляцию не побороли. Сырьевую инфляцию побороли лишь частично, не более чем. А у нас начинается новый спецроссет цен на сырьевые товары, которые я вам говорил, повествовал в данном видеоролике, в предыдущих видеороликах. И, как следствие, монетарный стимулированный будет записать уже в ближайшем будущем. В общем и целом, политизированность всеобщая. Далее, пару мыслей подозвучить по отношению к рынку золота и индексам фондов ETF, так называемые. Опубликовал я эти стат данные на нашем сырьевом телеграм-канале, биржу к сырьевой, где 29349 подписчиков. Ссылка на канал имеется также в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канал, пункт про сырьевой рынок. Рекомендую подписаться. Так вот, обратите внимание на то, что цены на золото продолжают бить рекорд на фоне продолжающихся оттоков из золотых ETF, то бишь индексных фондов. Первое, утверждается, что золото не падает за счет сохраняющегося сильного спроса со стороны Центральной Банка, развивающихся стран, ну азиатских в первую очередь, типа Индии, Китая, там Ближнего Востока. Второе, мировые Центральные Банки скупают золото рекордными темпами, что указано вот на графике. Из 24-х годов мировые Центральные Банки купили золото намного больше, чем ранее был озвучен прогноз Мирного Совета по золоту. Ну и также в этом 24-м году наблюдается рекордный спрос на золото. В чем прикол? Бычья эйфория еще даже не начиналась в драгметаллах. Вот. Поэтому пару мыслей по отношению к золоту в виде технических разметок я вам озвучу в данном видеоролике в тайм-коде золото-серебро-платина-палладий, медь, золото-рубль-серебро-рубль. Поэтому ожидайте. Но сам факт заключается в том, что эйфории бычью только быть в ближайшем будущем на рынке драгметаллов. Поэтому, черт возьми, я пузо-то и держу. По серебро-рубль и палладий-рубль. Соли-ми выше. Далее пару мыслей по отношению к минувшей пресс-конференции ГМК Нурникеля и Новотека. Смотрите. Как говорится, покупая на панике, покупая на негативе, продавая на эйфории. Просто тотальный показатель того, что, черт возьми, ГМК Нурникель и Новотека могут держать поле зрения. Именно не спекулятивно, а, пожалуй, в инвестиционном. Почему? Смотрите. Пресс-конференции Нурникеля. Первое. Часть покупателей в Европейском Союзе не только отказываются от российского металла, но и от производительной от него продукции. Довольно много банков отказываются принимать и переводить деньги в оплату российской продукции. Практически все крупнейшие банки отказываются от перевода денег в Россию. В этих условиях остается та же задача продать все, что произведем. Продаем металл с дисконтом, но не всегда. Менеджмент считает, что поддержание финустойчивости в приоритете перед евьендами, но решение за акционерами. Проще говоря, что вопрос евьендов довольно двоякий. Неоднозначный. Но факт в чем? В том, что когда топ-менеджмент такие вещи озвучивает, надо держать ухо в астроп. Почему? Потому что они, блин, манипуляторы те еще, крупные компании, крупные банки и прочие вот такие духи, они также на панике, на крупноценовой перепродность, на демпинге акций, свои же бумаги покупают. И потом, когда ситуация устаканивается, они эти бумаги продают. Поэтому у нас ГМК Норникель ушел сейчас под сплит. Насколько знаю, там стоп-торги у нас будут на протяжении то ли одного, то ли двух недель. Не помню точно. Короче говоря, после сплита Норникель я, пожалуй, готов буду подобрать. Может быть, даже инвестиционно. Почему бы нет? Как говорится, покупай негатив, продавай эйфорию. Это в стратегике хорошо работает. Далее. Пресс-конфанноватек. План грузооборота по северу Московом пути в 2024 году в 40 миллионов тонн. Учитывая от объема СПГ Арктик-2. Арктик СПГ-2, если быть точным. Нефтяники увеличили производство топлива. Ситуация стабильная. Нет нужды запрещать экспорт дистоплива. Третий. Александр Новак уверен в способности России обеспечить вывоз продукции из Арктики на мировые рынки. Четвертый. РФ снижает добычу нефти в втором квартале, чтобы соответствовать другим странам ОПЕК+. При дисбалансе рынка может и нарастить. Пятый. Лукойл рассчитывает восстановить установку кат-крекинга на Нижегородском НТБ за через 1-2 месяца. Что и Новотек ищет варианты для начала отгрузок с Арктик-СПГ-2. О чем это говорит? О том, что производство активности Новотека, она в принципе растет. Но бумага, то бишь акция, уже упала примерно на 30% своего стоячего максимума. Давайте теперь на ГМК Нурникель, Новотек, с вами будет тально технически перейдем. Рассмотрим их. И вот смотрите, с точки зрения недельного графика, акции компании Нурникеля. Во-первых, еще раз, они уходят под сплит, то бишь акцию будут дробить, условно говоря, место 15 110 рублей за акцию, их стоим скоро будет 1511 рублей за акцию. В чем прикол? Дробление просто тупо на факторе того, что компания хочет увеличить приток ликвидности в эту бумагу. Я больше чем уверен, что по 1500 рублей за акцию покупать будут не физики, а юрлицы, потому что не просто так ее дробят, не потому что там им нужна инвестиционная ликвидность, нет. Они, блин, спекулянты те еще, поверьте. Вот. Поэтому, когда будет сплит, я полагаю, акцию локально снизить к уровню, ну, примерно 1480 рублей, может быть, даже 14700, типа такой крупный двойной нот прорисуют технически вот здесь, да? И потом и будут возвращать вверх уже к уровню там 16400, 16800, там 17000, там 17000, что-то рублей за акцию. Потому что они тут паники, будь зарослух, наплодили, негатива наплодили. И, конечно же, блин, видно по осцилляторам, по технике, что активность продавца, в принципе, снижается. Это факт. Как говорится, математику не обманешь, играешь в объемах уж тем более. Вот. И индикаторы показывают, что пылесось-то идет, под пылесось подкупает какие-то крупные участники, но, мне кажется, они сперва его чутка чуть ниже после сплита, да? И потом уже вернут в качестве такого двойного крупного дна к уровням вот 1,8 ГАНа 16900, там, ну и 17, выше 17000 рублей тоже акция будет. Поэтому, да, конечно, ГМК 0, после сплита я еще разок буду покупать. Почему покупать будут? Потому что я ее недавно после, точнее, перед сплитом продал, прибыль зафиксировал, вот. И, соответственно, об этом я повествовал публично. И, соответственно, на ткате еще раз куплю, и потом уже по мере роста можно будет прокатиться к высшестоящим ценовым сопротивлениям. Так что, в принципе, приток ликвидности будет за счет крупного капитала, крупных участников рынка. Далее акция Novotec. Здесь, в принципе, демпинг продолжается. И слава тебе, Господи, что будет у нас возможность у всех купить эту бумажку. Кто бы как ни армагеддонил, она положена на 25-30% с момента своего максимума, вот. Но, в принципе, есть цели пониже по Novotec, даже вопреки краткосрочной фазе боковика на ММВБ. Чуть попозже будет, ально ММВБ с вами полностью рассмотрим. У нас цель это, видите, крупный тест двойного дна. Вот, двойное дно, вынос, тест. Потом будет небольшая расторвовка на уровне 1220-1200 рублей примерно. Вот такая, да. И потом распределение будет вверх в районе 1700-1900. Так что, в принципе, дубль-2 покупки Novotec у нас будет. Вот, поэтому я и раньше говорил, а сейчас, говорю, тут должно быть тест двойного дна к уровням 1200-1250. И в идеале там можно спокойно покупать уже крупный, среднесрочный поиск. Потому что, в принципе, с Novotec все неплохо. Кто бы как ни Армагеддонил, они все равно, блин, поставляют все свои возможности сырьевые товары. СПГ в первую очередь. Кто у них основной покупает? Это, извините меня, не западные страны, а Юго-Восточная Азия. Юго-Восточная, то есть Тихоокеанский регион по факту. У них покупают сырьевые товары у Novotec. И они с этого имеют определенную выручку, прибыль там и прочее в этом духе. Так что я не вижу, что вообще Армагеддонил, потому что у них основные клиенты это развивающиеся рынки. Это большой плюс, блин. Не развитые, а развивающиеся. Далее пару мыслей, что я озвучил по отношению к акциям компании Роснефть, Татнефть, Газпромнефть. Я о них ранее озвучил рамку нашего телеграм-канала, биржи к акции, где 69 тысяч 332 подписчика. Ссылка на канал имеется в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала, пункт про рынок акций. Рекомендую вам подписаться, потому что те идеи, что я вам озвучил по отношению к Роснефть, Татнефть и Газпромнефть, блин, они отработаны. Прибыль свою принесли. И внимание, основной мой посыл был 29 марта. О том, что наблюдается жесткое расхождение хода торгов акций компании Роснефть, Татнефть и Газпромнефть. Роснефть выросла, видите как? Технически вырос к уровню 570 рублей. На очередь у нас была Газпромнефть. Она тоже начала расти активно. Теперь на очередь Татнефть. И внимание, вот вам реализация пошла. Рост Татнефти начался. Рост Татнефть в Боковике торгуется. И вот пошел процесс выноса Газпромнефти. То бишь, видите, фактор ротации капитала сыграл свою роль. Кстати говоря, мне было тоже приятно получать приятный отзыв от нашей с вами уважаемой аудитории, что вот Михайлович, спасибо, заработают на Ланге, в первую очередь, Газпромнефть. Господа, вы красавчики, молодцы. Как говорится, я вами горжусь. Но, как говорится, цели по этим бумажкам еще находятся повыше. Давайте сейчас пультайна на них с вами и перейдем, посмотрим. В принципе, по Газпромнефти у нас очень зря недельного графика имеется краткосрочная фаза перепродности, отрыв от Яма-9, медианной плацы Бонжер. Но я полагаю, нас на будущей неделе к уровню 755-760 вернут на 1-2 Веры Гана. По недельному графику. Ну, по дневному графику, по 4-часовому, в принципе, есть куда еще немножко порасти, в район сопротивления вот сюда. 755-760, Яма-50. Так что, в принципе, цели у нас краткосрочно выше остаются. По Роснефти у нас с вами дрейф будет на Яма-9 с выносом дальше вверх к уровню 570-575, то есть к уровню Яма-100. Вот к этому диапазону. Поэтому, в принципе, тут цели тоже находятся повыше. По Татнефти у нас также вынос постепенно пошел, уровень 700 рублей отработан, но теперь ее ТЭС и потом будет распределена Яма-100, диапазон 770-710 рублей за акцию. То есть, ротация капитала, то есть, переток капитала из Роснефти будут поступать в Газпромнефть и, соответственно, в Татнефть тоже. Так что, в принципе, здесь, как говорится, цели по данным бумагам находятся выше. Ну, в принципе, ответить не надо, пооритет, переживать тоже не надо. Цели краткосрочно по этим бумажкам выше. Далее перехожу на индекс ММВБ и фьючерс на ММВБ. Господа, смотрите крайне важную логику. Вот смотрите, я вам озвучивал свои мысли еще в недельном обзоре рынка о том, что, который я опубликовал 24 марта 2024 года. Вот таймкод ММВБ 3528-3601. Ну, короче, вот этот диапазон весь. О том, что ММВБ, в принципе, я жду выше по каналу. Да, там 300-3700 пунктов по ММВБ. Вот, но на текущей неделе, которая у нас уходит, мы будем торгать в таком боковичке, то есть в диапазоне 3,270, там 3,320, ну, примерно, в этом диапазоне. Ну, и что, в принципе, получилось. Проторговочка осуществляется, проторговочка идет. И, внимание, на будущей неделе будем штурмовать уровень 3,350-3,375. Вот, когда мы их проштурмуем, мы локально стеснемся на Ямай-9. Давайте я лучше по-другому разметку опубликую. Вот, мы их проштурмуем. 3,375, там, может, даже 3,380 округлим. Снизимся на Ямай-9, 3,312. И потом пойдем по каналу выше, в район 3,425-3,450. В принципе, фаза накопления боковичка у нас с вами завершилась по ММВБ, да? Вот, по четырехчасам графика прекрасно было видно. Вот, и мы сейчас распределяемся в пользу этого выноса. Так что идем аккуратно вверх, аккуратно выше. В принципе, у кого имеются позиции по российскими фигазовым бумагам, да? Типа, там, Газпромнефть, Татнефть, Роснефть, Газпром, может, Новотек, там, которую позицию можно по себе на подкупать уже сейчас. Держать резонно. Как говорят, цели по этим бумагам тоже выше. Так что по ММВБ аккуратненько, медленно, но верно. Упал, отжался, отжался, упал. Идем выше. Как говорится, в этом году штурмать будет уровень 300-3700 по индексу Московской биржи. То, чего мы с вами ждали, ожидали, то, что мы с вами торговали. Вот, и что по итогу уже по себе получаем. Далее, индекс РТС. По индексу РТС, смотрите, мы с вами ждали начала выноса по данному инструменту. Сейчас я тоже отсылочку вам публикую, секундочку. Как говорится, вот вам недельный обзор рынка 24 марта. Вот вам диапазон 37 минут 46 секунд РТС. И я вам показал, что на уходящей неделе, которая сейчас уходит у нас, будем штурмать по РТС уровень 1135-1140 пунктов. Господа, дорогие мои, вот что происходит. Штурмуем, мать его, 1140 пунктов. Но, внимание, господа, штурмуем на чем? На факторе коррекции валютного рынка. Внимание, валютный рынок будет на будущем еще ниже, чем он есть сейчас. И, соответственно, у нас РТС будет выходить на сопротивление 1150 пунктов. То бишь, цель на ЕМА-200. Выше ЕМА-200, конечно, мы маловероятно, что будем, потому что там большой навес сопротивления. Я полагаю, что валюты рынка сильно демпинговать никто не будет. Там, может быть, доллар по 80-90 будет пиком ослабления. Пиком укрепления рубля. Потом у нас боковичок продолжит. И потом вообще пойдет доллар по 100. Поэтому будьте в этом вопросе аккуратны. Поэтому, кто в лангах, в шилках, в принципе, к ЕМА-200 мы подойдем. Полагаю, 1150 пунктов. Ну, а потом, как карта ляжет. Говорит, все под богом ходим. И под ЕМА-200 уже тем более ходим. Там уже можно полностью позиции закрывать, прибыль фиксировать. Внимание, по валютному рынку теперь какие мысли. По валютному рынку у нас картина следующая. Смотрите. Во-первых, торгуемся в боковике по доллару. Вот он, боковичок. Нижняя грань 808. Верхняя грань 92. Ну, 93 округлим. Соответственно, я жду корректоза вот сюда. 90 рублей за доллар. Думаю. Мы его, в принципе, уже на неделе получили. На позапрошу тоже получили. Вот еще разочек выйдем сюда. На этот диапазон. Здесь проторгуемся, расторгуемся, да, и полетим выше. На 100. Почему? У нас шипы остались по доллару. Расходы государственные на обороны большие. Прочие растут на ссалку большие. Вот. Ну, и как следствие, нужно как-то бабки добывать. Девальвацию рублям, к сожалению, в помощь. И потом поймут работать данный свечной шип. В общем и целом, господа, по валютному рынку локально снизимся. Вот. Я еще раз повторюсь, что готов покупать постепеннее юань от уровня 12.50, да. Я его, как говорится, буду покупать. Скорее всего, вкладывать на юаневые вклады. Ну, потому что я большое его укрепление рубля по отношению к юаню не жду. И вообще больше скажу, вот еще раз, да, вот. Просто не кривя душой, по факту, как есть. У нас, блин, цели по юаню выше. К сожалению. На уровне 16 рублей, там 18, а то и 20 рублей. То есть, весь этот диапазон нам, блин, надо будет хорошо проторговать. Правда, что будет предвестником девальвации, я пока не знаю. Но я понимаю, что макроэкономика в виде таких глубоких расходов, она, конечно, дает о себе знать. Продолжение следует... 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 в этих активах, ну и получаем ту прибыль, которую мы достойно получили. Помните, когда там реклама какая-то была в нулевые годы, я помню, крутилась. В этого достойно. Вот. Я забыл, как назывался, честно говоря. То ли Лореаль Париж, то ли как-то еще. Я, честно, вот сейчас врать не буду, я не помню. И вот там была реально фраза. В этого достойно. Так почему уж мы тут не достойны? Мы тоже этого достойно прибыли получить, правильно? Там золото рубль, серебро рубль. Ну кто покупал-то? Я покупал, редакция моя покупала, вы покупали, да? Надо держать дальше, я считаю. Цели мы выше. Потому что мы этого достойны. Мы достойны получить вундерпрофит с этих позиций. По большому счету. Поэтому я тут не вижу, что мы с это париться, суетиться. Лишний раз даже в носу поковырять не хочется. Вот. Так что, как говорится, сидим, ремни застегнутые, профиты есть. Как говорится, карман шире держим, золотой дождь получаем. Все. Идеально. Вот, блин, вот как в аптеке. Сидим, получаем профит. Не паримся, не суетимся, просто гайфуем. Далее хочу затронуть рынок криптовалют. Ну, во-первых, начну с наших позиций, открытых по XRP. Как говорится, цель у нас выше, вблизи одного бакса. Интернет-компьютер уже свои бабки приносит. Вот тут мы его покупали. Сейчас его держим. Идем выше, к уровню 22-24. По тонкоину, кстати говоря, тонкоин очень жестко удерживает диапазон покупателя на недельном графике. Да, конечно, скорее всего, корюцу мы увидим. Такую вот в полосы Боллинджера. Но потом пойдем еще выше. То есть, по тонкоину тоже лонги держим дальше. По 1-инч тоже держим лонги. Идем вот на эти ценовые сопротивления. 0,71, 0,80, даже к 0,90. Ну, в принципе, не паримся. С боковика выходим вверх. По Aorus мы показали жесткий, просто шартовый, фатальный, тотальный, ультра-супер-пупер-вынос. И в моменте... Ох, в моменте... Я должна сказать, что в моменте было и... В моменте... А что было в моменте, да? В моменте профит рвал мне стринги. Я по-другому просто сказать не могу. Это прошлое, это аморально, это по-ублюдски звучит, то так оно и есть. Это жесть. Это просто... Вот просто... Вот когда смотришь, жадно, свечку, да? Как она растет там внутри дня на... Там, сто процентов. Ты такой... Ват? Чё? Ват? Чё? Чё? Кто? Что? И ты понимаешь, что эта херня будет еще выше. Этот ваша альтернативная монеточка. Это альткоин, мать его. А где его цель? 2,15. Вот поэтому лонги приходится держать дальше. IRB. Выходим вверх, вот сюда, на одну вторую гана. 2,20-2,40. Суши. Тоже у нас эта монетка есть. У нас цель будет сюда. К уровню 2,20, также 2,40. Ну, может быть даже 2,20. Как говорится, у нас реперное сопротивление выше находится. И мы по этому реперу будем его потом продавать. В общем и целом, по данным монеткам по степеньку растем. Не паримся, не суетимся. Лонги держим. Ну, а по таким голубым фишкам, типа биткоина, тоже будем в России в район 73,76 тысяч долларов за монетку. По эфиру в район 4 тысяч мы выйдем. Вот, опять же, просто напомню смысл по отношению к крипторынку. Да, я считаю, что крипторынка это полное дерьмо. Полный фуфел. Я убежден в том, что крипторынок в аниме это время заблокирует к чертовой матери. И всех тех, кто в нем останется, там пиздец нам им будет, короче говоря. Вот, но опять же, пока такого пипца не наступило, я вижу смысл торговать и дальше на крипторынке. Наши редакции уже торгуют на крипторынке. Ну, то есть, у нас коллективная идея происходит. Вот, пока есть ликвидность и волатильность, ради бога. Все хорошо. Когда ликвидность и волатильность не будет, то к чертовой матери это рынок и уходим в закат. Так что по крипторынку пока придется селиться дальше, придется селиться в высшем. Вот такая, правда, жизнь. Далее, что касается рынка акций Российской Федерации, давайте-ка по ним пройдемся. Теперь я сейчас тоже тайм-код запишу. Затрону акции Газпром. Газпром нефть. От нефть. Роснефть. Роснефть. Сургут нефтегаз. Башнефть. Вот, начну, пожалуйста, с Газпрома. Ну, бумага пока рынку вообще нафиг никому не интересна, по большому счету. Смотрим ее с точки зрения недельного графика. Пока она тоже никому не актуальна. Но я, честно скажу вам, в нее верю, не парюсь, не сучусь. В принципе, я готов по ней поздно подкупать от уровня 149. Если там по 127, я готов по 127 ее тупо тоже пропылесосить. Было бы неправильно, чтобы шип этот полностью закрыли. Вот, пока она в боковике бьется. Пока торгуется в 150, дефис в 183. Вот такой широчайший боковик у нас, в принципе, имеется. Вот, так что пока она особо рынка не интересна. Далее Газпром нефть. По Газпром нефти уже упали в моменте от шипа до шипа на 23%. Прикольно, шикарно, офигенно, перегретость сдувается. На будущей неделе по Газпром нефти, как я вам говорил в начале-то видеоролика, жду плана выхода на район 755-760. На объема сотую, ну и может быть медианную полосу Бонжер тоже затроем в виде такого, знаешь, отскока. Но после отскока мы проторгуемся и потом пойдем еще ниже. Как говорится, цель нежестоящая в районе реперной поддержки 640 рублей, они еще не отработаны. То бишь, отскочим и дальше полетим ниже. Далее акции Татнефть. Здесь та самая картина, что и в Газпром нефть, Роснефть. Здесь тоже мы немножко выйдем вверх на медианную полосу Бонжер 717. И потом покатимся вниз на ЕМА сотую, да, и большие реперные поддержки. Тебя потом на 640 рублей за акцию. Так что тоже цель у нас ниже и находится. Далее Роснефть. Здесь уже отскок, в принципе, осуществляется. Ждем выхода на 575 и покатимся потом ниже на район 525. То бишь, на пробой ЕМА соты и на отработку реперной поддержки 510, 515 рублей. Ну, в общем и целом, здесь тоже есть пока цели ниже. Есть куда, как говорится, спускаться. Башнефть. По Башнефти какой-то аншлаг опять, токсикоз пошел. В общем, здесь локально по растем до уровня 2300-2350. Но, честно говоря, Башнефть не торгую сейчас, поэтому и в поле зрения особо-то ее не беру. Далее Банк Цесеттер. Сбербанк, ВТБ, Тиньков, Совкомбанк, Банк СПБ, МКБ. По Сбербанку локально будем выходить на будущей неделе в район 300. Цель базовая. По ВТБ выходим также в район сопротивления ЕМА соты и. Реперного сопротивления 0023500. Цели такие вышестоящие имеются. По Тиньков банку у нас пока дрейф, боковик 2995-3274. Жду, что он выйдет на пробой ЕМА-200. Отработка шипа 3300, 30 рублей. И потом поединить, срабатывать свой шип в район 2900-2800. В принципе, здесь через манипуляции потом пойдем мы по Тиньков банку ниже. По банку СПБ, БСПБ. Здесь у нас идет отработка свечного тела. 320 рублей. Ну, потом пойдем вниз в район 290. В принципе, есть пока боковика не более чем. Поэтому я, честно говоря, не вижу пока резон никого торговать этим имитентом. По МКБ идем вниз на ЕМА-100, как я говорил вам раньше, 748. То бишь, скользим по свечному шипу. Но пока цели прежние. Далее, технологические бумажки. Яндекс, ВК, Озон, Циан, Хэтхантер, Диасофт. По Яндексу, ну блин, перегрев довольно жесткий. По недельному там, по дневному графику. Поэтому, да, конечно, шарты выносятся. Локально выйдем еще, я полагаю, повыше. Чуть выше 4000 рублей. Но я лично тут вне позиции. У меня тут нету вообще, от слова совсем. И как следствие... Как следствие, пока у меня каких-то широких мыслей по отношению к Яндексу нету. Давайте посмотрим, что у нас по ВКонтакте. По ВКонтакте. По компании ВК. Дневной график. Так, это, по-моему, фьючерс. Дай-ка я посмотрю, ВК, какую акцию. Так, по ВКонтакте. У нас цели локально ниже. Отработка шипа и реперной поддержки. 590. Дефис 580 рублей. Я, в принципе, готов продолжать ее пониже. На 1.8 Гана. Идут ее постепенно начать подкупать. Вот. Так что, в целом, потом, когда перейдем на этот уровень, расторгуемся. И потом выйдем вверх опять на шот с плюсом рублей. На этом аскоке, в принципе, может быть неплохо проехаться. Далее. Далее Циан. Циан на Яма-9 выходим. 515 рублей. 814, 815. Далее Озон. На та же самая ситуация. На 3 что-то мы еще снизимся. Краткосрочно. Это диапазон от работы. Но, подчеркиваю, бумага все равно перегрета. И, блин, довольно жестко ее считают торговать. Нет никакого резона. Так, Headhunter. Headhunter у нас шип имеется. 4384. Нам этот шипрес все-таки взять и отработать. Потом снизится в район 3800. Отработать не считающие уровни. Далее Диасофт. Диас. Как Cameron DS. Актрис есть такая. По Диасофт. У нас цель локальная выше. 6400. Но, правда говоря, Диасофтом я пока серьезно торговать. Потому что тут у нас, как мне кажется, немножко завышено. Завышено. Далее продаюсь по ритейлерам. Magnit X5, ритейл группы и лента. По магниту. По магниту. Идем аккуратно выше. По дневному, да и по недельному графику. В диапазон сопротивления 8200. Вот сюда будем аккуратно выходить. Ну, в целом, перегрев жесткий. Фатальный. Также у нас уже покупательская активность снижается. Дивергенция по СССР имеется. В общем и целом, одна вторая гана, конечно, локально пробьется. Но не более чем. То есть, вот так потом выйдем вниз мы. На эту умеренную, назовем так, коррекцию. Далее по ленте. Но здесь цели выше остаются. Вот локально скорректируемся к уровню 808. Потом пойдем еще выше на уровень 950. Так что, в принципе, у нас диапазон пока остается прежний в его отработку. Далее пятерка. X5 ритейл. Тут нас тупо в жесткий шартовый вынос идет. Ждем перехай уровня 3270. Коррекция на Яма-9. И двойной вершинке также на уровне 3270. Тут у нас будет такая жесткая ценовая дивергенция в процессе. Вот. Как говорится, и старейший максимум нужно будет перебить. Чтобы потом глубоко скорректироваться. Раз, два, три, четыре. Пятая волна роста завершающаяся. Отлично. Скоро будет глубокая коррекция по этой бумажке. Далее. Металлургия. Северстали. ММК. Ингломка. Ох ты, мать твоя. Тут вообще жесть полная. Тут просто тотально-фатально ультрашартовый вынос. И на то ждем перехай. На 2000. И потом уже откат куда-нибудь к уровню репера. Тысячатные. Я полагаю, увидим. Но торговать здесь я бумагу, честно говоря, не планирую. Нет никакого резона. По ингломка, та же самая шляпа. Выход на 240. ММК. Ну, блин. Выход будет на 60 рублей. Короче говоря, бумаги максимально жестко перегреты. Это факт. И с этим фактом спорить очень тупо будет. И поэтому я ими, честно говоря, не торгую. Да, конечно. Выше они будут все равно. Краткосрочно. Но. Но, блин. Лонговать их я опас. Далее. Акции компании Черкизова. Варусагра, Агронфосагра. Ну, сельхозкомпании сразу подчеркивают, что срос цен на сырьевой товар. Типа фосфатов. Там зерновые культуры. Мясо и прочее в этом духе. Сахар. Эти компании будут иметь огромный профит. И эти акции будут расти. У нас, в принципе, по Черкизону большое ценовое сопротивление. Гритмич находится на уровне 1-2 вергана. 6-600 там 7 тысяч рублей за акцию. Ну, я полагал и полагаю, что нас туда потянут. Но вот упал, отжался. Упал, отжался. Вот по такому алгоритму. То есть, рост коррекции. Но пока, в принципе, у нас канал сохраняется. Восходящий. Вот по нему идем. По нему торгуемся. Как говорится, целями выше. Тут же локального выхода на 5-400. Коррекция на Яма 9-4-700. И дальше продолжение роста четко по тренду. Так что, в принципе, здесь нормально все. По Русагру. По Русагру. Здесь у нас треугольник. Жду выхода Русагру вверх на 1-2 вергана. 1700 рублей за акцию. Ну, пока мысли прежние. Далее Акрон. Акрон вступает в фазу ценовой перепродности. Но, опять же, она немножко еще снизится. Бумажка в район поддержки. 16-600. И тут, я полагаю, буду сам подкупать. Как минимум, у нас спекулятивный отскок в район сопротивления. 18-1000. Так что, в принципе, Акрон я также рассматриваю. Фосагру. Фосагру. У нас также за Акроном пойдет. Они просто угодно торгуются. Цель снижения в районе 6-200-6-300. Так что, сюда мы попадаем. Там дальше можем к варианту спекулятивную эту бумажку рассмотреть. Ну, а почему бы и нет. В целом, все бумаги рынка тут не рассмотревших. Блин, более 100 штук. Поэтому, я, пожалуй, разобью обзор еще наших с вами акций на будущие видеоролики. Я их просто разобью по секторам. Вот хочу рассмотреть в будущем видео сектор электросетей. Потом сектор еще раз агрокультур. Потом пройтись по сектору финансов, бирж и прочего в этом духе. Потому что там определенные идеи есть. Но, опять же, прежде чем эти идеи отрабатывать, необходимо эти идеи скорректировать рынку. Вот, поэтому данный аспект необходимо учитывать. В целом, по итогу обзора, расти по рынку на будущей неделе мы будем. Так или иначе, хотим мы, либо этого, либо не хотим. Но, блин, придется. Вот, свои позы по рынку акций российскому держу. Газпром в первую очередь. Планирую покупать в скором времени Новотек. После сплита еще раз куплю ГМК Норникель. В принципе, какие-либо еще бумажки я, если буду покупать вам, естественно, ретранслирую все эти свои сделки. Вот, и так далее, и тому подобное. По серебро рубль ланги держу. По ладе рубль тоже ланги держу. Криптоактивы наши тоже ланги по ним держим. Вот. Ну и, в принципе, держим карман шире. По большому счету, я вижу, резон не парится, не суетится. Облигации, кстати, Валерий Федеральный займ тоже я подбирал. Вот, на горизонт тут текущего года. Бобеда, поддерживающие ключевые ставки ЦБ, я думаю, эти доходности по облигациям 26 года будут тоже снижаться в виде роста и курсовой стоимости. Ну, как вариант, те мысли, что я озвучивал ранее, я на них ставочку и делаю. В общем и целом, ни одним рынком акций богатый финансовый рынок есть крипторынок, есть рынок ОФЗ, рынок вкладов, рынок сырьевых товаров. В общем, идеи, конечно, ходят жопы жой, откровенно говоря. Потому что я вот сам тоже смотрю на тильные идеи и признаюсь честно, глаза просто разбегаются. Вот там, то хочешь купить, все хочешь купить, да, там, 5-е, 10-е, 20-е. Ну, в общем и целом, себя приходится уже время от времени бить по рукам. Потому что если вот пренебрегать риском, так можно и, в принципе, неплохо деньги просадить. Ну, чего делать, в принципе, не хочется. В общем и целом, господа, я вам рекомендую подписаться на все наши медиасточки в наш клуб трейдеров. Рекомендую подписаться по рынку акций, клуб трейдеров и по крипторынку. Вступите в него можете через официальный сайт biergevip.ru, либо через официальный телеграм-код biergevik.bot. У нас также имеется телеграм-канал про рынок акций, про сырьевый рынок, про облигации, про банковский сектор. Также у нас медсеканта группа и Яндекс.Зен. Вступить в эти наши текстовые ресурсы можете в описании под данным видеороликом. Ссылки официальные, я их сам веду, эти каналы, поэтому, как говорится, милости прошу. И помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время грамотно стратегии, наши главные союзники. У меня на этом все. Благодарю вас за внимание, хорошего воскресного дня и до свидания. Продолжение следует...